Приветствую вас. Я бы организовал работу с вами по нескольким направлениям. Если честно, по трёх. Первое направление – это карьерный рост, собственно, реализация. Второе направление – это детско-родительские отношения, в частности, отношения с мамой и с родственным. И последнее – это личная жизнь, соответственно, проработка женского поведения и выработка образа мужского поведения мужчины, который вам подошел. То есть, по сути дела, работа направлена на формирование идеала мужчины, к которому вы могли бы стремиться. Значит, что сказать по поводу того, что вам нужно самореализовываться. Значит, вы пишете, что с 14 лет вы ищете источники дохода. Это буквально. Но возникает вопрос – зачем? Чтобы иметь своё жильё, чтобы быть независимым. А независимость вам для чего? Вы не понимаете, что вам только 18, и вы должны ещё учиться, получать высшее образование и только тогда работать. Можно совмещать учёбу и работу и жить, например, в студенческом общежитии, допустим. Но вот так сразу квартиру вы, конечно, не купите, если только у вас нет какого-то ярко выраженного таланта. То есть, тут нужно чётко понимать, что именно вы вкладываете в понятие отдельного жилья. И готовы ли вы, например, жить в общежитии в студенческом, а потом, возможно, познакомиться с мужчиной и с ним уже вместе хотя бы напополам снимать или как-то по-другому, в других пропорциях снимать, допустим, жильё. То есть, момент здесь, он именно вот в это упирается, всё для вас отдельное жильё, что вы вкладываете в это понятие, понятие отдельного жилья, и, собственно говоря, всё для вас приемлемо. Таля, что касается амбиций? Вы хотите себя где-то реализовать? Это похвально, но вам мешает лень. Лень – это, по сути дела, проэкспернация. То есть, либо здесь проблема со вниманием, проблема с концентрацией внимания, проблема с содержанием внимания, и тогда с этим не работают. Либо это проблема с пониманием смыслом того, что вы делаете, то есть вам не хватает смыслов одного и того же ГИФС для того, чтобы чётко понимать, куда вы стремитесь, для чего вы стремитесь, зачем вы это делаете. То есть, тем больше смыслов, по сути дела, одного и того же, тем лучше для вас, тем лучше для вашей деятельности. И, соответственно, поиск мотивов, то есть, понимание того, почему вам это нужно делать, для чего. Это тоже очень важные моменты, с которыми нужно работать отдельно. Далее, детско-родительские отношения. Вы говорите, что ваш отчим достаточно плохой, вам все равно на него, но при этом он вас раздражает. Здесь мы видим защитную реакцию вашу. То есть, с одной стороны, вы пишите, что вам на него все равно, с другой стороны, вы пишите, что он вас раздражает. То есть, по сути дела, речь идёт именно о том, что вы, возможно, сами не отдаёте себя отчёт в том, как вы относитесь к Котину. Вполне ломанно, что вы переносите на него злость и обиду за отца. Здесь возникает вопрос, знали ли вы свой отец? Как вы к нему относитесь? Почему он не с вами? Ну и вообще, обстоятельства этого очень важны. Следующий момент, ваша мама. Тут тоже непонятно. На одной стороне, вы говорите, что она вас любит и что вы хотите быть с ней, с вашей мамой. Это похвально. Но, с другой стороны, она же, ваша мама, встречается с отчимом, который вас раздражает. То есть, получается некое противоречие, которое вам нужно разрешить. Потом, если вы будете сидеть отдельно, то это вам ни в коем случае не мешает проводить рево время со своей мамой и, может быть, даже приглашать её в кофте, пожить, а квартиру, допустим, сдавать. Тут тоже есть варианты, масса вариантов. Также непонятно, почему латор возвращает именно отчет. Латор вроде бы не трогает, ничего плохого вам не делает, но почему-то латор возвращает. Соответственно, здесь, скорее всего, обиды, здесь, скорее всего, какая-то проекция идёт негативных качеств на него, чего-то негативного на него и, соответственно, восприятие уже этого человека несколько иначе, чем он есть на самом деле. Что касается личных отношений, то ситуация здесь следующая. Вы пишите, что вам нравятся те мужчины, которые не нравятся вам, и здесь нужно сразу сказать, что мужчины... по каким критериям вы отбираете мужчин, по каким критериям вы испытываете к ним симпатии, и чем прониктована ваша надежда на то, что с ним у вас это получится. Для чего вам мужчина, которому вы не нравитесь? Ответ прост. Это производная от ваших амбиций. То есть мужчина для вас, пока что, это средство. Это средство для достижения своих целей. И вы не можете встречаться с теми, кто испытывает к вам симпатию, потому что боитесь, что с этим человеком у вас ничего хорошего не будет. Опять же, почему? Да потому что вы считаете, что такой мужчина ниже вас, а ниже себя. Человека вы рядом с собой видеть не хотите. И это, на самом деле, также большая проблема. Большая проблема для вас. Потому что, получается вот так, что вы нуждаетесь. Вы нуждаетесь в отношениях в мужчине. А нуждаться в мужчине нельзя. Почему? Потому что, если вы нуждаетесь в мужчине, то тем самым вы от него зависимы. А зависимой быть в отношениях, ну, это значит обречь себя на определенные муки, на определенные переживания. И уж точно счастливой вам в таких отношениях не быть. И тогда, соответственно, вам необходимо вырабатывать модель женского поведения своего, чтобы нравиться тем мужчинам, которым вы испытываете симпатию. Работать над своей самооценкой, над уверенностью в себе. У вас с этим явно проблема. Потому что мужчина вам нужен, еще раз повторю, для удовлетворения потребностей. А одна из потребностей, это как раз повышение уверенности в себе, за счет того, что вы будете тем мужчиной, который вам нравится. А уверенность в себе у вас должна быть вне зависимости от того, одна вы или нет. И, собственно говоря, проработка образа мужского для вас. Чтобы вы ориентировались не на свою симпатию, а чтобы вы ориентировались на некоторые критерии. Например, какое положение в отношениях, по вашему мнению, должен занимать мужчина? Какое у него, по вашему мнению, должно быть поведение? Что он вам, по вашему мнению, должен давать? Что вы должны ему давать? Ну и так далее, и так далее, и так далее. Варианты здесь именно такие. И именно в этих трех направлениях вам нужно работать. Если вы действительно хотите свою жизнь изменить, вам необходимо выбрать эксперта и начать с ним работать по этим трем направлениям. Возможно, по одному направлению с одним экспертом, по другому направлению с другим, чтобы получить максимально полную и, так сказать, качественную консультацию по разным направлениям. Потому что, как бы, направления в психологии, они разные, и что-то у вас специализируется на одном. А поскольку у вас разные направления проблемы, то, соответственно, и специалисты вы можете выбрать тоже разные. В зависимости от того, чего вы хотите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!